Они обещают любовь до гроба, окружают заботой и нежностью. Биш, это номер люкс. Я полностью владелец этой гостиницы. Потом разводят на деньги и смываются. Сейчас что за спектакль разыграют, я не пойму. Спектакль разыграют себе оставить. Зачем вы усложняете жизнь себе? Чем приходится расплачиваться за любовь с альфонсом? Ягод тебя закопаю, твои родни все на кладбище увезут. И как отличить влюбленного мужчину от мошенника? Надо расплатиться. Потом, завтра завтра. Об этом смотрите прямо сейчас. За 10 лет у вас много было женщин в Москве? У меня были миллионы. Владелец заводов, газет, пароходов. Москвичка Антонина Праведникова поверила миллионеру и осталась без денег. Ты понимаешь, я не то что миллиард получу уже в декабре, подошел уже к этой планке. Дело не в этом. Я далеко не бедный человек. Я еще, я тебе говорил кого еще, жену, любовницу, сестру, подругу, и муж, партнера по бизнесу, пять в одном. Вот так вешает лапшу на уши ловелас из Краснодара Александр Исаев. Москвичка Антонина Праведникова работает акушеркой и одна воспитывает маленького сына. Повелась на эту развесистую малину сразу. С без пяти минут миллиардером Александром Исаевым она сконнектилась на сайте знакомств. Все там предлагают легкий флирт. Я говорю, мне это не интересует. Я говорю, я уже человек, мне уже 47 лет, у меня ребенок на руках 10-летний, мне нужна семья. Я хочу нормальные, чистые отношения. Вот. И чем он меня зацепил? Зацепил серьезно. Мужик не бедный. Цепочка отелей в ЮАР и Сочи. Намотался по белу свету и теперь хочет уюта и большой светлой любви. У меня контракты с японцами, золотом икрой торгую черной. Да, вот так вот. У меня прям не то, что ушки так подвесились. Я думаю, ну хорошо, занятый человек такой. Занятой Саша сразу пригласил Антонину домой. Самое основное, что мне нужно ей дать, это внимание, да, на израненную душу. Какие-то комплименты, несколько добрых, теплых слов, психологическое поглаживание и, может быть, бонус в виде пениса. Все. Квартира оказалась съемная. Дорогим ремонтом, черной икрой и атрибутами респектабельности там и не пахло. После рюмки Рома Исаев сразу ошарашил даму трагическими перипетиями своей судьбы. Вот он девочек воспитывает один, то есть вот у него была автокатастрофа, третья дочь у него погибла, вот, сгорел у него ресторан. Я в плену был, меня освобождали. Ну, в общем, это все скопом таким вот, понимаете. После бразильского сериала начался рассказ про будущую королевскую жизнь Антониной в роли хозяйки африканских мотелей. Я говорю, ой, какая красота, там потоки, там все фонтаны. Он, у нас Дитер Болин давал благотворительный, говорит, концерт. Ой, да ты вся в золоте, в шубе у меня будешь. Я вот сейчас возьму деньги, мы будем в Малаховке дом строить. Он мне рассказывал то, что он мне купит много всяких вещей, которые мама мне не может купить. Антонина размякла и потеряла бдительность. Исаев тут же стал звонить почему-то в банк. Оказалось, что бизнесмену сию минуту нужен миллион. Срочно. Появилась возможность сорвать крупный куш. Он в банк пойдет, вложит этот миллион, а банк ему дадут пять миллионов. Он говорит, вот в понедельник пойдем, тебе на книжку сразу положим. Тут бы Антонине призадуматься, почему у миллионера Саши нет заначки даже одного миллиона. И никто помочь ему не может. Такому крутому парню, кроме нее. Но женщина была словно под гипнозом. Задача мошенника создать эффект вау у вас. Вы влюбились. Эмоция. Он такой чистый, светлый, духовный. Его надо спасать. Вот я прям вся заволновалась. И я говорю, ну хочешь, я тебе помогу. Ой, Тонечка, это все на три дня. Это прям буквально вот вложим, и в понедельник я тебе все отдам. Даже с процентами. Миллиона у Тони не было. Откуда такие деньжищи у простой акушерки? Она перевела на счет Исаева свою заначку в 180 тысяч рублей. Не взяла расписку. И вип-женишок, конечно же, пропал. Антонина написала заявление в полицию. Исаев в ответ церемониться не стал. Ты все равно ничего не добьешься своей х**. Ты лучше знаешь, что сделать? Тебя выручили. Почему ты так со мной поступил, а? Послушай, не надо мне в уши встать. Послушай сюда внимательно. Иди собери свою ту х**, что ты написала. И будем с тобой вместе общаться, разбираться. Все. Это вот мое условие. Исаевы мы нашли на сайте знакомств, где он подыскивает себе влюбленных дурочек. Звонки от разных баб для него дело привычное. Поэтому ровно через три минуты наш редактор Елена болтала с ним, как хорошая знакомая. Между делом Александру озвучили легенду. Елена получила крупную сумму денег за продажу своей квартиры. И не знает, что с ними делать. Подыскивает новое жилье, но боится обмана. Саша тут же возбудился. Только из владельца гостиниц переобулся в композитора. Театр Вахтанково. Я там в студии у меня выступаю. Или дом актеров. Я там тоже бываю по делам. А ты там выступаешь? У тебя концерты, что ли, в театре Вахтанково, да? У меня там и музыку я там сочиняю, и пою иногда. И все такое. И плюс бизнес-встречи там происходят иногда. Поэты, драматурки, Саша Градский. Мы с ним перерываемся. Ух ты, как интересно. Дальше стало еще интересней. Александр обещал помочь с покупкой жилья. Отправляемся на Арбат. Встреча назначена у театра Вахтанково, в котором, по словам Исаева, у него своя студия, где он сочиняет музыку. Долгое время наш редактор стояла одна. Съемочная группа расположилась в соседнем переулке. Александра не было. Мужчине успешному от вас деньги не нужны запомнить это правило. Нормальный мужчина застрелится, но никогда не попросит деньги у девушки. По всей видимости, Александр некоторое время наблюдал за своей жертвой. Как только понял, что она пришла без хвоста, решил действовать. Ребят, по-моему, вот наш Саша подходит. Могу ошибаться, но не похож он ни на бизнесмена, ни на известного композитора и другоградского. Максимум таксист. Ну, Ставропольский таксист. Что, пойдем пообщаемся? Подвоха Саша явно не ожидал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по поводу Антонины Праведниковой. Скажите, когда вы собираетесь вернуть ей деньги? Вы взяли у нее 180 тысяч рублей. А где это видно было? Вопрос логичный. Нет расписки, нет проблемы. Исаев знал, как действовать и что делать. То есть вы взяли у нее эти деньги и утверждаете, что вы этого не делали? Конечно нет. Из чего это вы взяли? Вы считаете, что она это выдумала? А у нее есть доказательства? А у нее есть доказательства. Какие? Во-первых, есть свидетели от ее сына. Какие? Сын видел, что я ей деньги давал? Сын видел, что вы деньги давали, да. Что вы деньги брали. Не надо сейчас перевирать. Я так понимаю, что это ваш образ жизни. Вы берете у женщин деньги и живете за их счетом. Александр вышел из ступора и понял, что надо сматывать удочки. А вы правда чем микройтор будете, скажите? Мы? У вас сеть отелей. И даже фиолетовый микройтор. До свидания. И поэтому у женщин берете деньги, чтобы, наверное, их розыгрывать за этим, да? Вам очень нравится женское внимание, соответственно, вот вы сейчас его получаете. Вы у всех берете деньги? Да. Да? Конечно. Вы сознаетесь в этом? То есть это сколько подпадавших от ваших действий? Миллион. Миллион. А на какую сумму вы обогнали женщин? На миллион. Шутить у Саши получалось плохо. К встрече с журналистами он был явно не готов. Вы сейчас что за спектакль разыгрываете? Я не пойму. Спектакль разыгрываете, вы остановитесь. Зачем? Зачем вы усложняете жизнь в себе? Остановитесь, пожалуйста. Александр, остановитесь. Когда будет 159-я статья доказана, тогда она и будет. Про то, что Александр большой композитор, друг Градского, он уже и не помнил. Подтвердите свою репутацию. Она же такая чистая. Вы торгуете икрой. У вас сеть отелей. Вы музыканты знакомы с Градским. Вы нам так сказали. Представляете? Или вы не помните, что кому-то говорили? Я просто сказал просто так. Просто так сказал. Вы просто так. Что значит просто так? Что, если за Градским меня это сажать надо, что ли? Я предполагаю, что они осведомлены о том, где грань уголовного преступления и грань обычных, скажем так, гражданско-правых отношений. Вот если он и понимает, и по этой грани движется, то очень сложно его привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Смотрите далее. Смотрите далее. Кубинские страсти с русским акцентом. Десаме, Десаме, Десаме Мучо пел своим женщинам горячий кубинец. Они содержали его, выполняли все его прихоти и рожали ему детей. Знойный кубинец снимает дамочек на видео. И если верить Виктории, именно за ними, а также за их деньгами, приехал в Россию отец ее ребенка Ямиль Рейс Альмирас. Он старше меня на 13 лет. Уже до этого жил в Италии. И, то есть, имел уже большой опыт с женщинами и также по их соблазнению. Познакомились они в клубе. Вика преподавала латиноамериканские танцы. Темпераментная девушка тут же приглянулась к кубинцу. Они, как вот хорошие психотерапевты, начинают задавать вопросы и очень много о тебе узнавать. Он меня соблазнил за эти несколько месяцев. А когда Виктория забеременела, выяснилось, что безработному Ямилю было нужно застолбиться в Москве, бросить якорь. Причем швартовался он, по словам Вики, в разных местах. И говорил с утра, приходя домой с деньгами, на мой вопрос, где ты был, он отвечал, не спрашивай, где я был, не спрашивай, где я взял эти деньги, главное, что я тебе их принес. Где Ямиль брал деньги, Виктория скоро узнала. По ее словам, кубинец был отличным любовником и часто заставлял дам раскошеливаться. Женщины покупают ему одежду, покупают ему мобильные телефоны, покупают ему машины. Вольво ему купила моя родственница, которая в него сильно была влюблена. Вольво купила кубинцу Викина мама. Ей и ее подругам знойный мачо со слов Вики устраивал горячие вечеринки. Она ему говорила, только не говори Вики. Он только и живет за счет женщины. Это правда. Лиза написала кубинцу про дикое одиночество в особняке на Рублевке. Выслала свое фото и напросилась на свидание. Увидев камеру, Емиль не растерялся. Он привык к неожиданностям. Кубинец понял, что надо делать ноги. Он схватил свою куртку и, не расплатившись, рванул к выходу. До парня наконец дошло, что встреча с Лизой была не случайной. Это ты меня писал. Вы знакомитесь с девушками, живете за их счет. У них в квартирах. Получаете в подарок машины. Пойдем к миру. Куда пойдем? Пойдем, конечно. За 10 лет у вас много было женщин в Москве? У меня были миллионы девушек. Вы меня видели первый раз и позвали на Кубу. Это как? Это нормально на ваш день? Вы всех зовете на Кубу? Я всех зову на Кубу. Все на Кубу. Можно его назвать Альфонсом? Можно. А можно назвать мошенником? Тоже можно. Ведь по сути своей, женщины, особенно в нашей стране, они действительно такие, они не доверяющие, они доверчивые. Жалости к девушкам Альфонсы не ведают и отбирают своих жертв по полной. Юлия Буйских из Кирова родила любимому ребенка. А он все это время готовился к масштабной афере. Меня интересует вопрос квартиры родителей. Ты понимаешь, что их выселяют? Я слышу, что иду в суды. С твоей стороны, какие будут действия? Что ты будешь предпринимать? Не могу ей пока ничего сказать. Потому что много на меня кинуло всего, и не могу здесь их потом за прибыль. Понимаешь? Даже о ребенке не спрашивают. Видно, что он пройдуха, видно, что он нагло себя ведет, видно, что он развязанный. С романом Юлия познакомилась благодаря интернету. Он писал девушке лирические стихи и жаловался на тяжелое детство. Обделен материнским вниманием. А я, так как женщина уже с опытом, думаю, ну, значит, я смогу дать ему все то тепло, всю ту ласку, которую он недополучил. Некоторые женщины путают материнский инстинкт с половым. И ухаживая за своим мужчиной, помогая ему, по сути дела реализуют нерастраченную вот эту материнскую любовь к детям. Первый брак Юлии был неудачным, но теперь она была уверена, что нашла мужчину своей мечты. Рома понял, что Юлию можно неплохо потрясти. Они предлагают тебе вложить твои деньги в общий капитал, чтобы получать хорошую прибыль. То есть, в принципе, они тебя приглашают в бизнес. Однажды Рома обзаявил ей, что решил организовать прибыльный бизнес. И предложил, чтобы родители Юлии взяли кредит в 3 миллиона рублей. Под залог своей, разумеется, квартиры. А он очень скоро все вернет. Юлия согласилась. Я верила. И я пошла на это, пошла на разговор с родителями. Это была единственная моя ошибка. Когда договоры были заключены, когда деньги были получены Романом, через несколько месяцев он с этими деньгами скрылся. Точно такую же аферу Роман провернул и с бабушкой Юлией. Он втерся в доверие к женщине и тоже уговорил взять миллионный кредит. Я принимала. На ватрушечки приглашала, на пирожки приглашала. Он, бабушка, 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 какая ты добрая бабушка. И вот эту добрую бабушку он так подставил. Подставил не то слово. Роман исчез вместе с деньгами. А в итоге родители и бабушка Юлии лишились квартир. Как выяснилось, обманул Рома не только Юлию. Он просил деньги в долг у меня. Он просил неоднократно, чтобы я занимала денег у своих близких, родственников. Если женщина так быстро доверяется, так быстро готова просто, ну, всё отдать, ещё при этом, как бы, да, не поняв вообще, с кем ты имеешь дело, то, наверное, здесь речь идёт об очень низкой самооценке и об очень низком чувстве собственного достоинства или о крайней наивности. Смотрите далее. Зачем вы девочки альфонсов любите? Ради него она готова была лечь под нож. Спочку как бы сдадим, и нам все деньги вернутся. Ещё, ну, как бы, останутся очень много. Москвичка Ольга Муртаева на последние деньги отвезла любовника в Италию в надежде на то, что он сделает ей предложение. Однако мужчина, ободрав Ольгу как липку, решил сделать ноги. Оперная певица Ольга Муртаева познакомилась с альфонсом в кафе. Был такой высокий, симпатичный, и мы решили, вот, ну, стрельнуть глазками. Стрельнуть глазками получилось, но на первом свидании в парке на ВДНХ произошёл казус, на который Ольга не обратила внимания. Мы идём на карусель к Асси, и он говорит, ой, слушай, ну, я вот сейчас посмотрел куртки. По-моему, я бумажник дома забыл. Ключи есть, а вот бумажник дома. Извини, пожалуйста. Я говорю, нет, ничего страшного, я заплачу за тебя. В это время певица много работала. Концерты, репетиции. Дмитрий Спиридонов всегда был рядом, но избегал объектива камеры. Не люблю сниматься, оправдывался Дмитрий. Даже когда Ольга повезла его в Венецию на свои деньги, он отказывался фотографироваться с любимой. А безденежье объяснял так. Он сказал, что ему зарплату задерживают, и он отдаст обязательно всё, что он меня занял. Но очень хочет со мной провести именно отпуск, потому что отпуск бывает раз в год. Море по колено, вот эта пословица, вот ему видно, что ему море по колено. Он идёт как танк. Потому что если не это даст деньги, значит даст деньги вторая. После отпуска Спиридонов попался. Подруга Ольги случайно увидела его на улице в объятиях дамы. Припёртый к стенке, Дмитрий честно признался, что живёт за счёт баб. И больше Ольга его никогда не видела. Женщина, которая себя ценит, которая себя любит, она никогда не будет жить там с кем попала. Лучше одной в таком случае, понимаете, чем обы с кем. Участница реалити-шоу Элина Ковальская утверждает, что её обобрал до нитки её же любовник, скандальный шоумен Илья Яббаров. Ночной перрон и стук колёс, всё это в памяти осталось. Пустой туман, столы пенвёс, я прекрасно лишь мечталась. Ябаров оказывал внимание девушке, водил её в рестораны, но только вот за её деньги. Например, была ситуация, когда мы сидим в ресторане, и мне человек говорит, блин, я забыл деньги. Деньги, по словам девушки, Илья забывал постоянно. При этом запросы без пяти минут мужа росли, как снежный ком. Например, увидит какую-нибудь обувь, какие-нибудь джинсики, кофточка, курточка. Ну, сначала он там более-менее не так наглел, началось с носочков, трусики. Это вообще первый, ну, как сказать, такой флажок, да? Это красная лампочка, если от вас требуют что-то, и очень быстро. До ЗАГСа Яббаров так и не дошёл. А Элина за несколько месяцев потратила на содержание Яббарова миллион рублей. Возила его в путешествие и даже платила алименты его детям. Нет, нет, он говорил, я отдам, я отдам, пожалуйста, ты заплати, я отдам, 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 но нет. А потом выяснилось, что Ябаров деньги Элины тратил на других девушек. Ковальская не выдержала и дала парню от ворот поворот. Если говорить о Москве, вот, о мире гламура, то людей творческих, которые хорошо выглядят, за собой следят и живут за счет женщин, сейчас очень много. Пермячка Ксения Паракина отдала Жигало две квартиры. Но этого любопильному мачо показалось мало, и он решил разобрать женщину на органы. С первого взгляда он мне понравился, особенно понравились его карие глаза. Пришёл, увидел, победил. Я тебя люблю, ты самая красивая, и начинается вот это вот, знаете, прокачивание. Гореглазый аферист сразу взял девушку своим напором, обрывал телефон и строчил любовные смс-ки. Писал, как бы, солнышко, привет, дорогая, по тебе скучаю, жить не могу, свадьбу с тобой, как бы хочу детей. Как говорится, верили, надеялись. И что получилось? Ничего. Всё рухнуло. Жених оказался страстный. Ксения влюбилась по уши. Я уже поняла, то есть, как бы, это моё, мне нравится, я не могу без него жить, без голоса не могу. С ним не поговорю, есть не могу. Ксюша верила всей чуши, которую лил ей в уши Леонид Чебасов. Например, однажды ему срочно понадобились деньги, потому что в командировке его избили, и он попал в частную клинику. А в ту больницу я всё хотела съездить, но меня туда не пускал. Мозг затуманен, романтика и всё такое. Но это проходит через какое-то время, и порой после этой романтики остаются одни долги. А потом хитрый Лёня потребовал деньги на адвоката. Давил на жалость. Мол, нужно срочно закрывать все левые дела по бизнесу, а то, не дай бог, и влететь можно. Ксения не хотела ввозить передачки будущему мужу в тюрьму, поэтому опять согласилась помочь. Как раз вот это 50 тысяч. Вот это было, отправила всё ему. Потом поблагодарил меня через какое-то время. Сейчас, говорит, всё уладится. Но не уладилось. Леонид обнаглел и требовал денег регулярно. Сначала он открывал в другом городе фирму, которая должна была в будущем сделать их рокфеллерами. Потом его отловила налоговая и требовала крупный выкуп. Потом бедолагу опять побили. Ксения еженедельно бегала в банк и отправляла переводы. 50 тысяч, 50, потом 100 тысяч, 70, ну так по мелочи, 15 тысяч, 30 тысяч, 175, вот так ещё в банки брали 100 тысяч, 200 тысяч, ну вот так всякие займы там мелкие суммы. Самое настоящее мошенничество классическое, при котором один человек вводит в заблуждение другого и присваивает деньги, которые ему не принадлежат. Когда деньги Ксении иссякли, Лёня устроил истерику. Ревел прям реально в трубку, говорил, что жить не может. Баракина решила, что коней на переправе не меняют. Она согласилась продать ради любимого квартиру, ведь рыдая, он обещал разбогатеть и увезти её из холодной Перми к тёплому морю. Ксения перевела Чебасову все деньги от продажи квартиры и переехала к родителям. Но этих денег Альфонсу не хватило. И опять Ксюша пошла в банк и взяла огромный кредит под залог родительской квартиры. Я сказала родителям, что у меня есть знакомая, мы с ней хотим открыть фирму, вложим деньги под проценты, и там очень большой процент. Всё как бы отдадим, и у нас будет всё хорошо. А потом аферист сказал, что опять мало, нужно ещё совсем немного вложить, чтобы отбить миллионы. И предложил Ксюше гениальный выход – разобрать её на органы, продать почку. Нам он сказал, что есть единственный шанс, который я придумала, что почку сдадим, и нам всё деньги вернутся, ещё останутся очень много. От очередного безумства спасли Ксению и её же почки. Они оказались больные. Вот тут-то Лёня Чебасов показал своё истинное лицо. Он говорит, что не дай бог ты про меня расскажешь, в милиции что. Я тебя закопаю, твою родню всю на кладбище увезу. И вот тогда в полицию обратились заведённые до отчаяния родители Ксении. В результате матч у Пермского разлива предстал перед судом. Родители Ксении остались без квартиры, и теперь вся семья ютится в комнате у родственников. У каждого Абрама своя программа. Кто-то живёт на Курском вокзале и хочет найти хотя бы жильём женщину. Вариантов очень много. Кому-то не хватает на самолёт, кому-то на гранённый стакан. Но и там, и там существует психотип мужчины с диагнозом Альфонс. Субтитры создавал DimaTorzok